Привет, народ! Мы продолжаем играть в Нэйнси Дрю! Тайна аллой руки! Давайте на начало изучим тут всё. Сука, изучать нечего, как я понимаю. Всякие путеводители... Восстановление источника происхождения — это ваша обязанность. Сука, проблем с этими экспонатами. Вот и наш человек, с которым мы хотели поболтать. Чем могу помочь? Больше там потрогать было ничего вроде нельзя. Буэнос Диос! Миламо Нэйнси Дрю! Я принесла документ, связанный с арендой монолита из Поленко, музеем Бич Хилл. А, понятно. Значит, вы сейчас обучаетесь пиратству Джоанны Рикс. Ну и как вам нравится работать в обществе современных конкистадоров? Даже не знаю. Прошу прощения, но почему вы считаете помощника куратора музея пиратом? Юная леди, вам нужно подучить историю. Когда испанские исследователи пришли в Мексику, их стали называть конкистадорами или завоевателями. Они отобрали у местных жителей не только их богатство, золото, но и культурные ценности. Все, что они не смогли унести с собой, они постарались сравнять с землей. Вы обвиняете Джоанну и современных коллекционеров в том, что случилось задолго до их рождения? Я еще не все рассказал. В 19 веке археологи нашли постройки цивилизации, которая была предшественницей ацтеков. Места раскопок были разворованы, а украденные артефакты проданы в музеи и частные коллекции. Сегодня в большинстве цивилизованных стран запрещено вывозить исторические ценности за границу. Но, к сожалению, в западном мире продаются тысячи ценнейших артефактов с подложными документами об их происхождении. Но Джоанна хочет познакомить людей с историческими ценностями. Хочет, чтобы им радовались многие. Так публика узнает о культуре вашей страны и достижениях ее народа. Если американцы хотят увидеть наши ценности, пусть приезжают в Мексику. Да, у нас тут случай с патриотом и... Вообще, вопрос документа пришел отвезти. Есть способ узнать, был артефакт украден или нет? В сопроводительных документах артефакта указывается его происхождение и владельцы, а также его местонахождение. Например, как он попал из храма в Чичен-Ице в музей Вашингтона. Если по документам ясно, что артефакт украден, он должен быть возвращен в страну происхождения. Понятно. Значит, все экспонаты музея Бич-Хилл находятся там, на законных основаниях? Нет, это не так. Совсем наоборот. Документы о происхождении часто подделывают, чтобы скрыть кражу. Из-за этого кражи продолжаются. И даже в наше время большая часть артефактов продается на черном рынке. А торговцы предметами искусства и жадные кураторы музеев этому потакают. Вы думаете, что Бич-Хилл тоже замешан в незаконной торговле артефактами? Если бы у Джоанны Рикс или у этого надутого индюка Синклера была хоть капля совести, они бы приняли все возможные меры, чтобы немедленно вернуть артефакты Майя на родину в Мексику. А если эти меры все же не будут приняты? Моя страна все равно получит свое, Нэнси. Даже если мне придется отбирать артефакты моими собственными руками. Понятно. Мне уже нужно уходить. Вот дополненник договора об аренде Монолита. Мне просто нужна ваша подпись. Ааа, вот он. Спасибо. Мне нужно будет решить с Джоанной некоторые вопросы, так что я позже загляну в музей и сам отдам договор. Знаете, что стану? Он бомбил, бомбил, бомбил. И вдруг... А, да, да. Конечно же, я его подпишу и даже сама отнесу. Алехандро, мне кажется, я должна сама передать документ Джоанне. Можете считать, что вы выполнили поручение? Ну, хорошо. До свидания. Ну, пусть он его порвет. Не мое это дело. Куда? Консульство обестрое. Давайте к Синклеру съедем, нет? Я хочу поболтать со всеми из Тейлора. Интересная картина. Нэнси, вы вовремя. Страхи уже почти завладели моей бедной головой. Как дела? Хотите печенье? Нет, Базилио, я хочу с тобой поговорить. Спасибо, но я стараюсь не есть сладкого. Ну, о чем вы хотели поговорить? В мире искусства творится что-то странное, Нэнси. У мецената Пруденс Разерфорд украли ожерелье из огненных рубинов. Оно хранилось в ее особняке в Топике. Две недели спустя из музея в Нью-Мексико вынесли целый стенд с редкими артефактами культуры майя. Вы думаете, что эти две кражи как-то связаны? Кто знает. К чему я веду? К тому, что наше общество, наш народ систематически становится жертвой воров. Кто сказал, что Бич Хилл не будет следующей целью? С этим нужно что-то делать. Как иронично. Вы оба говорите про воров, но видите в разных людях воров. По сути, друг в друге. Разве в музее Бич Хилл нет сигнализации или охранной системы? Конечно, там есть какая-то сигнализация начального уровня. Ничего серьезного. Я уговаривал Джоанну установить что-то более существенное. Но она все время повторяет, что сейчас не время просить о финансировании. И это при том, что на выставке будет большой наплыв посетителей. Как такое может быть? Кто знает. Значит, вам нужен необычный детектив? Нам нужны ваши орлиные глаза. Нам нужен ваш чуткий слух. Нужно, чтобы вы учуяли опасность. Я постараюсь сделать все, что можно, но мне кажется, вам просто нужна хорошая служебная собака. Не стройте из себя скромницу. Ладно, как скажете. Знаете, у вас возле стола стоит интересная картина. И что-то мне подсказывает, что она никак не связана с Майя. Как вам нравится резиновая акула? Художницу зовут Поппи Дада. Она подросток из Южной Дакоты. Мир искусства поражен ее произведениями. Я продам ее картину одному серьезному коллекционеру. Джоанна сказала, что вы совершили настоящее чудо, чтобы пластинка с покалем досталась музею Бич-Хилл. Да уж, собрать все документы на этот артефакт было не так-то легко. Кстати, они все в полном порядке, уверяю. Эх, были времена, когда я был на пике своих возможностей. Почему собрать документы было нелегко? Когда-нибудь я расскажу вам печальную историю о том, как Мексика потеряла чувство юмора. Но не сегодня, Нэнси. Алехандро назвал вас безнравственным современным конкистадором, который крадет у Мексики ее культурное наследие. Хм, Алехандро — напыщенный болтун, который только и делает, что вымогает деньги. А его любимое занятие — смотреть, как другие голодают. Это кто же голодает? Когда вы продаете произведения искусства, какие комиссионные вы получаете? 10% Да, не королевский куш, если, конечно, я не продаю что-то за миллион долларов. Жаль, что монолит нельзя выставить на продажу. Мне пора идти. До свидания. Это что, намек такой же, типа, я бы продал, если бы мог. Может, вполне быть, и так. Ладно. Гостиница, клоняй. Пойдем в гостиницу. Поболтаем с нашими друзьями. Вскорим процесс. А, ночь уже наступила или как это? У нас есть комп теперь. Вау, посмотрите, какой современный комп. И даже какой-то жесткий диск портативный. Мы не можем заглянуть в наши чемоданы? Нет. На эти две такие же чемоданы уже очень давно. Уже сейчас 6 вечера. Да, видимо, в игре все-таки есть отсчет времени. У меня просто не получилось выйти из часов. Я подумал, что выйти из часов. Это странно звучит. Ладно, давайте... Тога. Тога это собака, на эти. Франклин Роуз, друг моего отца, попросил меня поработать. Помощен конкуратор музея Бички. В музее как раз готовилась выставка. Так, запомню номер. Номер 1-4-4-1. Это заметки. На Монолит. Мексиканцы консты познакомились. Телефонный номер. Обязательно поговорить с Бесс и Джесс. Но есть эти номера, кстати, не надо запоминать. Потому что я уже забыл первый. Франклин Роуз. Нет, тут культурного центра Чаку надо. Видимо, запомнить. Ну ладно, я хочу им позвонить, попробовать. По крайней мере, узнать, что будет. Ждем, ждем, ждем. Пока доберемся. Да, тут жалко, нет ползунка. 505, 1 и 3 двойки. 505, 1 и 3 двойки. 505, 1 и 3 двойки. 5 1 Это не так Вот так Извините, неправильно набран Неправильно, ну ладно, хорошо Тот длинный номер я не смог набрать Босфол Джексон и Роуз Могу я поговорить с Франклином Роузом? Как мне вас представить? Меня зовут Нэнси Дрю Минуточку Нэнси, как я рад тебя слышать Как твоя практика? Хенрик и Джоанна ввели тебя в курс дела Пока все идет хорошо Перед открытием выставки у нас много работы Но мы справимся Рад это слышать Мне пора идти на собрание Если будут вопросы, звони Все уже Уверена, что я справлюсь, мистер Роуз Пока, Нэнси Алло Привет, Бесс, это я, Нэнси Что у тебя нового? У нас идет дождь Мы с Джесс как раз играем в морской бой И я выигрываю Не верь ей, Нэнси В прошлый раз я разбила ее в пух и прах Ну, Нэнси, мы бы не хотели, чтобы ты скучала по дому Как там твоя работа? Пока все в порядке Правда, все волнуются по поводу предстоящей выставки Особенно с тех пор, как в музее появился монолит из Поленко Что появилось? Монолит Это огромный камень, который недавно нашли в одной из пещер возле Поленко в Мексике Очень ценная находка Говорят, что ему больше полутора тысяч лет А ты этот самый монолит уже видела? Да, он очень большой и весит, наверное, целую тонну А насколько он большой? Размером с холодильник? Ну, можно и так сказать Прости, Нэнси, но как можно отличить монолит от других больших камней? Ну, во-первых, на нем вырезаны иероглифы Иероглифы? Это значки, которые обозначают слоги и понятия По словам Джоанны, это может быть послание от самого царя Покаля Какое послание? Мы этого еще не знаем Переводчик музея Хенрик Вандерхун как раз работает над переводом Кто такой царь Покаль? Покаль считается одним из величайших правителей Майя Во время его правления цивилизация Майя достигла пика своего развития Нэнси, ты говоришь как гид в музее Точно Мы беспокоились, что без тайн тебе там будет неинтересно Но кажется, в музее нашлось много разной пищи для размышлений Вся культура индейцев Майя – одна большая тайна Здесь мне точно не будет скучно Кстати, Бесс, наш бой еще не закончен Да-да, дорогая кузина, готовься Сейчас я потоплю все твои корабли Ну ладно, девочки, я вам еще перезвоню Обязательно звони Да, и удачи Ну, вот и поболтали Я думаю, можем… А вы слышите эти звуки на заднем плане? Это дыхание Вот, и сейчас даже их слышно Кстати, а ночью, интересно, они на посту и можно ли… Закрыто 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 Никого нет Нам нужно… Нам нужно с ней поговорить, так что давайте вернемся в отель Музей Бич Хью, гостиницы клоняют Поставим на… Ну, пусть будет 9 утра, я думаю, 9 утра все точно должны быть на месте Теперь нам нужно поговорить с… Я забыл имя, честно говоря Давайте осмотрим эти таблички Странные спонсоры Художественная комиссия Топики – это организация, в которой работает Prudence Rutherford Самой Prudence Rutherford вроде как нет Открыто Кстати, я понял, надо получше, кстати, журнал еще перечитать Где-то еще можно кое-что обратить внимание, но что-то у меня не выходит особо Ну да ладно Ты справляешься со своими заданиями? У нас появились дополнительные вопросы Почему вы стали куратором музея? Я стала куратором, потому что хотела помочь многим людям увидеть редкие артефакты По-моему, это очень важно, хотя Алехандро Далерио со мной не согласен Вы можете объяснить, как именно я должна расположить пластинки с иероглифами на стенде системы исчисления Майя? Поговори об этом с Хенриком Блин, сразу прогоняет Хенрику Пойду займусь делами Цемперуби-субуби Что ж, нам пора с вами отправляться на поиски остатков вазы А да, тут мы не были, кстати, это я пропустил Посмотрите, что я нашел Ты стремноват А вот это можно и поизучать Попробуйте сыграть в эту древнюю игру, придуманную Детей Майя Да, ваша цель захватить всех воинов противнику У каждого игрока по два хода Сбросить зерна, а второй ход можно пропускать Против друга Давайте попробуем, посмотрим, что будет Ход по сходу Ай-яй-яй! Я победил Тут нужно ступить на мой на противника Или же мне повезло? Нет Мне повезло Мне кажется, или я хожу за обоих? Почему у меня такое чувство? По сути, это игра на везение Тут нет какой-либо тактики Хотя я не знаю Мы, по сути, ничего не выигрываем Пока что и не проигрываем Так что, наверное, я не буду Закрыто Да, сюда тоже не пройти, к сожалению С ним тоже особо много не поделаешь С тобой тоже как-то не весело Мне нужно найти карточку храма Да Карточку храма хорошо бы найти Тут я тоже пока не знаю, что делать Но мы нашли кусочек вазы Следовательно, мы можем попробовать Соединить вазу Собрать ее более-менее воедино Немножки не туда свернул Вот так Да что такое? Музей совершена кража Посиди здесь, Мэнси Полиция уже едет Что-то украли? Как? Я не при чем? Она еще так зашла, знаете, и полиция уже едет Что же украли? Прежде чем прикасаться к чему-либо Нужно поговорить с Джоанной А что ж, расследование развивается само собой Кто-то преподнес мне мой ночной кошмар На блюдечке с золотой каемочкой Джоанна, мне искренне жаль Наверное, это очень большая потеря для музея Это, по-моему, серьезное преуменьшение Полиция нашла какие-нибудь улики возле стенда? Полиция взяла какие-то образцы для лаборатории Но они не обещали быстрых результатов Так что, если ты хочешь поиграть в детектива Я совсем не против Отлично, если я что-нибудь обнаружу, я вам сообщу Да, иди Я могу помочь? Нельзя Как вы думаете, насколько далеко может зайти Алехандро, чтобы вернуть мексиканский артефакт на родину? Кто знает Ну ладно Пойду займусь делами Пока Пора собрать вазу Все нужно соединить Не думаю, что это особо сложно Эту штуку можно, не знаю, крутить По-моему, да, я тут только что О-о-о, я проскакиваю Вот! Тут можно ее крутить Не совсем то Почти уверен, что это то, что нужно Может с другой стороны надо подсоединить? Нет, надо сначала базу достроить Нет Чуть нет Типа нет О, точно Это должно подойти Нет? Опять нет? Что не так? А, кусочек не хватает, понятно Я только хотел сказать Запчасть осталась Какие запчасти у вазы Вот и ваза собрана Концентр чака Я думаю, там можно попытаться позвонить Сейчас сфоткаю телефон и позвоню Готово Сфоткаю, и я на телефон, ребят На свой, ребят, не какой-то внутриигровой Получено новое сообщение Привет, Нэнси, это Франклин Роуз Я звоню по поводу кражи в музее Ты даже представить себе не можешь, чего нам стоила Эта пластинка с Пакалем Она была одним из основных экспонатов выставки Я не хочу отвлекать тебя от твоих обязанностей Но мне очень нужна твоя помощь В расследовании этого дела Весь совет директоров просит тебя об этом Позвони мне как только сможешь И еще, спасибо, Нэнси Чтобы прослушать сообщение еще раз Не, я хочу позвонить 5-0-5-5-5-5-1-2-2-2 Вот как так почему ошибка может ведь еще не время им звонить я не знаю отвезли я должна проверить выполнено ли это задание нет нужно найти начале вообще цифры я думаю временно можно выйти пойти ребята изучить место преступления она я делаю за эти все задания очень нелинейно такой уж я и ты мне так нравится вот да пока люкали давайте нам уже зайти за стойку все-таки можно зайти нужно чем-то это открыть например этим нужно чем-то это открыть как тебя как тебя открывать ну я я я открыл или нам уже не нужны наушники что-то не открывается ладно видимо это уже не нужно потому что мы решили загадку бить дорога тайна цивилизация моя карточка в храм теперь мы сможем пройти в храм ребята вообще ничего интересного нет видимо нет вот эта штука и все она идем идем вверх и заходим в храм ему тут есть несколько мест куда можно пройти с карточкой храма нам теперь нужно вот это эту загадку разрешить ладно пока и досмотрите как решать эту штуку ты вернешь его карту спасибо и он такой мигает нам зеленым и говорит нет нет ты сюда не пройдешь видимо нужно решить загадку что проходить за дверь а так что пока что я ну который пройти с двери не может закрыта закрыта можем хоть что-то тут открыть одна из цифр мая должна быть здесь вот у нас есть две цифры мая теперь нам нужно их расставить боги нет следующее по моему да язык что же осталось их правильно расположить что же давайте разложим куда-то ты куда ты вставляешься когда временно можно поставить сюда тебя он поставил Поставим сюда. Куда же поставить тебя? С одной точкой, три палки. Как загадка какая-то. Нашли двойку. Так, с челюстью. Этот без челюсти. Да, ему находится здесь. Видите, у кого-то металлическая челюсть, а у кого-то нет. То есть ты на месте, ты на месте. Ты, ты вроде тоже на месте, и ты на месте, а вот ты не на месте. С кем да придется тебе поменяться местами? Может с этим? Вот так. Да. Можно доложить, что мы все выполнили. Правильный порядок везде выстрел. Давайте перечеркнем задание. Обожаю перечеркивать задание. Обожал блокноты в новых Нейлси Дрюка про задание. Так приятно, знаете, ставить галочку. Есть чувство, что ты действительно куда-то продвигаешься. Особо больше ничего, интересно. Тут и пока и нет. Что же, доложим? Может, она нас дальше натолкнет на что-то. Это мадам, и мы сможем продвинуться по сюжету. Я могу помочь? Вы видели Хенрика? На стенде, с которого украли пластинку с покалем, был лист с иероглифами и отпечатком алой руки. Может, он сможет перевести надпись? А я здесь для чего? Знаешь, в музее не только Хенрик умеет читать иероглифы. Простите, Джоанна. Я думала, что все вопросы об иероглифах я должна решать с Хенриком. Полиция показывала мне листок. На нем было написано «Волшебник пострадает от желтой смерти». Ума не приложу, что это значит. Наверное, вор просто не знал иероглифов для слов «Позор куратору музея». Вор оставил странный отпечаток руки. Алая рука что-нибудь значила в культуре майя? В этом я тебе не помощник. Я хочу знать, каким веществом сделан отпечаток руки. По-моему, это необычный агуашь. Может, тебе стоит исследовать его в лаборатории? Может, использовать эту машину. Я не видела Хенрика с того момента, когда была совершена кража. Вы знаете, где он? Кто знает? Мне кажется, Ли есть все равно. Она такая, ну, а кто знает? Ничего не сказала. Ладно. Ну, хотя бы она нас натолкнула на то, что мы можем исследовать... Этой штукой Ставить образец и нажать в старт. Тут просто ждать нечего... Ждать, блин, ждать. Ничего не нужно. Кролл Майстер, кстати, тоже один из... Кто-то зовет пасхалка, но я считаю, это просто танцевание кампаний в этой игре. Прикол такой. Так, у меня есть график химического вещества, которым был сделан этот отпечаток. Теперь надо сравнить его с известными соединениями. Подбор. А вот сравнить... Ну, может, а сравнить химического соединения. О, идеально. Вот оно. HGS. Не так. Давайте-ка посмотрим HGS, что это может значить. Сульфур это сера. Согласно таблице, гидроргиум это ртуть. Серная. Значит, отпечаток был сделан соединением ртути и серы. Это, конечно, хорошо, но... Что дальше? Что это нам дает? Я не знаю, может доложить. Кстати, мы дискету с Аней можем посмотреть. У себя в отеле на компе. Что тоже можно сделать. Но много беготней пока получается. Я могу помочь? Я сделала химический анализ, как вы и советовали. Отпечаток алой руки сделан из какого-то вещества, содержащего серу и ртуть. Вам знакомо такое соединение? Конечно. Это киноварь. Майя обрабатывали киноварью самые важные изделия, чтобы придать им выразительности. Киноварь. Ну ладно. Где можно взять киноварь? Мы используем здесь киноварь, так же, как ее использовали Майя. С ее помощью мы восстанавливаем артефакты. Подобные вещи обычно заказывает Хенрик. Но киноваря у нас на складе уже давно нет. Насколько я слышала, поставщик задержал последний заказ. Пойду займусь делами. Да, иди. Что же, поэтому Хенрик занимался. Может быть, он и отчасти ко всему этому причастен. Что же, ребята, спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. И пока. Можете, кстати, ставить лайки, подписываться, если хотите. Пока. В следующей серии продолжим, узнаем, что же делать дальше, потому что я не очень уверен.